Персидский узел по состоянию на сегодня затянут самым тугим образом, и дальше его затягивать уже просто некуда. Дальше только открытые военные действия, к чему Иран уже подготовился, перебросив к границе Азербайджана свою группировку войск под видом проведения учений. Более того, из различных источников пошла информация о том, что Тегеран и Ереван предварительно согласовали введение иранских войск на юг Армении, но потом что-то пошло не так. Министры иностранных дел Ирана и Армении полетели в Москву для благословения такого хода, однако там его не дали. Оно и понятно, ведь физическое введение иранских войск на территорию Армении полностью меняет расклад ситуации в регионе. Ведь всем понятно, что если войска вводятся, то это делается не для того, чтобы они там ежедневно ходили парадами, а для ведения боевых действий или для угрозы начала таковых. И тут надо понимать, что для Москвы такой расклад более чем желателен, поскольку примерно то же самое она делала руками Армении три десятка лет. Как сообщает азербайджанская пресса, еще в начале 90-х министр иностранных дел Козырев прямо призывал к тому, чтобы силой захватить азербайджанские морские промыслы на Каспии. Но тогда этот номер не прошел по банальной причине. В таком случае прекратились бы поставки ножек Буша, и голодное население устроило бы вырванные годы с безусловным возвратом в коммунистическую парадигму. Так что инициативы Козырева, хоть и выглядели привлекательно, реализации не нашли. А Москва обоснованно решила, что иметь нефть и продавать нефть – разные вещи. А вот поставкам нефти, а потом и газа, призвано мешать Армения. Москва использовала ее как чопик, которым пыталась заткнуть азербайджанские трубы. И война с Грузией в 2008-м имела всего одну цель – пресечь трассу трубопроводов и железную дорогу к побережью Черного моря через Грузию. И в общем, если бы в игру не стала входить Турция, то Москва имела бы безусловный рычаг давления на Азербайджан, вынуждая вести торговлю углеводородами через ее территорию. То есть Москве нужен был хаос и перманентная война на путях экспорта азербайджанской нефти, а потом и газа. Армению же она использовала как бешеного пса, который несет этот хаос. Но вот в игру начал все более мощно включаться Иран. Он прикидывается посредником, хотя давно дискредитировал себя в этом качестве, поскольку первый раунд посреднических переговоров Азербайджана и Армении, прошедший в Тегеране в далеком 92-м, ознаменовался тем, что пока стороны сидели за столом переговоров, армяне захватили Шушу и ряд других населенных пунктов. По всем канонам, Иран должен был воспринять это как пощечину и предпринять все меры для того, чтобы вышвырнуть армян как минимум с тех территорий, которые они только что захватили. Но иранцы продолжали улыбаться, будто и не произошло ничего. Тем не менее, уже тогда Иран обозначил свой интерес, причем этот интерес был в первую очередь к Армении. Территория Армении, не имеющая выхода к морю и окруженная либо враждебными Азербайджан и Турция, или не очень дружественными Грузия странами, падала в руки как зрелый плод, и надо было просто выждать момент, когда армяне сами попросят военной помощи Ирана, а там главное ввести войска. А дальше все пойдет по привычному сценарию, как это делала Москва со странами Балтии в 1940 году, или как она же провернула это с Крымом. Нет сомнений, что иранцы сделали выводы из этих исторических примеров, и скорее всего с тех самых пор у них имеется оперативный план тихой оккупации Армении. Но в начале 90-х там активно оперировали российские войска, которые только прикидывались армянами, и влезть в эту драку просто сходу было не очень по-финшую. И в Тегеране решили ждать подходящего момента, поскольку драка на Кавказе продолжалась и приняла вид очень долгого проекта. Причем теоретически Иран мог отыграть в двух направлениях, как в плане оккупации Азербайджана, так и в плане оккупации Армении. Все зависело от того, кто первым запросит помощи и согласится на ввод иранских войск. Очевидно, что в первой фазе конфликта, когда Москва почти открыто воевала на стороне Армении, ее шансы в Тегеране считали более высокими. Наверное, россияне устроили свою военную базу в Армении просто для того, чтобы дать понять иранцам, что это их добыча, и что тот может попытать счастья в Азербайджане. Скорее всего, Тегеран как раз поэтому и подыгрывал Армении, поскольку чем тяжелее Азербайджану, тем проще будет осуществить свой план оккупации. Важно отметить, что никакой особой любви у персов к армянам нет и быть не может. Просто в тот момент иранцы желали максимального ослабления соседа, практически ничего для этого не делая. Видимо, промежуточной целью Ирана была фактическая оккупация Азербайджана, неважно как оформленная, а потом уже можно было ударить и по Армении, когда ослабнет и она. А что это произойдет, понятно и так, ведь она живет на подачке Москвы и в общем является хлопотной и дорогой игрушкой, поскольку нужно кормить прослойку армянских элит, как на месте в Ереване, так и огромную диаспору в Москве, которая действует в виде проводника интересов Кремля, буквально до самых бочек бренди Арарат. Но опять же, у Москвы нет понятия дружба в принципе. Если она что-то дает, то в ответ требует халуйского раболепия и не потерпит виляния кормой. А в данном случае Армения представляет единственную ценность, как это у классика. От сель грозить мы будем шведу. Только в данном случае не шведу, а азербайджанцу. Но если бы Ирану удалось поглотить Азербайджан, то его нефтегазовые ресурсы пошли бы на юг, к заливу. И в этом случае Армения для Москвы имела бы ценность, подобную стоп-сигналу для зайца. Тратиться на то, чтобы халуи улыбались в твою сторону и называли тебя великим, не стоит таких денег. При таких раскладах Москва либо сама ушла бы оттуда, или продала ее тому же Ирану за какие-то услуги, чтобы это не читалось уж слишком прямо. Но ситуация изменилась, и теперь стало очевидно, что план А уже не работает, и Азербайджан не приползет в Тегеран на коленях с просьбой о защите и протекторате. Год назад он выписал армянам таких фигурных люлей, что тем такое не снилось даже в самых кошмарных снах. А все потому, что Москва впервые отказалась участвовать в драке непосредственно. Хотя военная база в Гюмрии была создана именно под эту тему. И тому есть причины. Анкара четко дала понять, что если Москва втянется в драку под любым предлогом, турецкие войска начнут действовать сообразно обстановке и союзническому договору с Баку. Причем именно Турцию российские игры «в их там нет» и «Вагнеры» совершенно никак не впечатляют. Это в Европе или США будут долго размышлять над тем, кто же это напал на Крым, а ОБСЕ будет блымать глазами и совершенно ничего не видеть на Донбассе. У турков с этим просто. Турецкая армия показала себя таким образом, что связываться с ней лоб в лоб не хочется даже Путину. Вернее, Путину в первую очередь. И вот прошлогодний расклад стал результатом джентльменского соглашения Анкары и Москвы о том, что ни одна, ни другая страна не вмешивается в драку и дает Азербайджану и Армении разобраться с глазу на глаз. Причем турки предупредили, что их армия будет стоять на ТОВС. И если только соглашение со стороны Москвы будет нарушено, они пойдут в драку теми силами, какими сочтут нужными. Ну а дальше случилось то, что должно было случиться. Из армян такие же вояки, как из Ишака, болит Формулой 1. И тут нечего пенять на то, что Азербайджан имел более современные виды вооружений. Он их имел потому, что мог себе позволить платить за то, что ему нужно. Армяне получали от Москвы даром то, что та считала необходимым передать. Ведь Еревану никто не запрещал обзаводиться французским оружием, например. Тем более, что армянская диаспора в Париже легко настроила руководство страны на поддержку Армении. Но поддержка поддержкой, а поставлять современное железо за даром французы не будут. Они тебя будут любить. Но сначала ты должен показать, что у тебя есть деньги. И этих денег достаточно для того, чтобы оплатить их любовь. В общем, драка случилась знатная, но поскольку она была обеспечена внешним джентльменским соглашением, то азербайджанские войска не могут пройти торжественным маршем по центру Еревана, и они это показали так, что особых сомнений в этом не осталось ни у кого. В первую очередь это касается самих армян. Сразу после подписания перемирия из Еревана послышались крики об устаревшем и некачественном российском оружии и нежелании россиян поддержать их в критический момент. На что из Москвы ответили, что готовы поставить любое самое новое оружие, но за деньги. И Пашинян мгновенно припарковал свой язык в то место, где он и находится большую часть времени. Ну а то, что российские военные непосредственно не вступили в драку, в Москве объяснили тем, что пока территория Армении не подверглась нападению. Все остальные мероприятия вне ее территории армяне должны решать самостоятельно, а если у них это не получается, то нечего и выпендриваться. Надо сидеть прямо и не раскачиваться. И вот тут началось самое интересное. Неожиданно для Тегерана из Нафталина вынырнул давно составленный, но не казавшийся реальным план, в основе которого ослабленной и просящей защиты стороной армяно-азербайджанской войны станет именно Армения. Это казалось невероятным, потому что та опиралась на ресурсы РФ, которые избыточны для такой драки. Но именно этот вариант стал самым актуальным. И неудивительно, ведь Армения уже поняла, что Москва не собирается за нее ложиться костьми, а кроме нее можно попытаться сыграть с Ираном. В конце концов военной помощи и защиты попросила Армения. Военные Ирана подняли старые планы и, похоже на то, что сейчас действует именно в соответствии с тем, что было разработано три десятка лет назад. Учения должны были прикрыть переброску войск не только к Азербайджанно-Иранской границе, но и в Армению, на армяно-азербайджанскую границу. И, как сообщают местные источники, то, что мы наблюдали с движением иранских войск, как раз и была подготовка ко входу их в Армению. И тут становится понятна игра Алиева-Эрдогана во всей этой истории. Дело в том, что войти в Армению иранцы могут исключительно в Зангезунском коридоре, отделяющем две части Азербайджана, но как раз в нем стоят российские миротворцы. А год назад мы все думали о том, зачем азербайджанцы согласились на российскую миротворческую миссию. Мы полагали, что россияне используют эту возможность как рычаг давления на ситуацию. Но не имея рядом своей границы, этот рычаг имеет очень условную силу. И вот в данном раскладе оказалось, что это именно Баку использует россиян в Зангезуне как затычку от Ирана. И надо заметить, этот маневр оказался успешным. Министр иностранных дел Ирана приехал в Москву для того, чтобы получить добро на ввод своих войск в Армению. А Москва отказала. Ведь стоит лишь пустить туда иранцев раз, и дальше начнется неотвратимый процесс иронизации Армении. Поскольку Иран имеет возможность быстро и мощно наращивать свою группировку, потому что имеет совместную сухопутную границу с Арменией. А это значит потеря Армении для Москвы навсегда. И похоже на то, что Москва на это не готова по ряду причин, в частности не связанных с Арменией. В той же Сирии существует хрупкий баланс между Ираном и РФ, а нарушиться он может в Армении. Ну а тем временем Азербайджан и Турция синхронно закрыли свои сухопутные границы с Ираном, чтобы тот прочувствовал твердость альянса с одной стороны, а с другой, чтобы ощутил вес экономических потерь, которые несет сухопутная блокада. А с третьей стороны в Москве Ирану дали понять, что его игры с Арменией и не дай бог война с Азербайджаном закончатся плачевно как для Ирана, так и для РФ. Потому что за Азербайджан впишется ряд стран даже не из этого региона, и тогда здесь рухнет игра как Москвы, так и Тегерана. И более того, именно этого, возможно, от Ирана только и ждут. В общем, ситуация развивается, а переплетение разных веревок этого узла настолько хитрое, что любой линейный взгляд не только не даст ясности, но скорее всего окажется ошибочным, поэтому просто наблюдаем за игрой Баку и Анкары, потому что получается это у них виртуозно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова